Продолжим разбор суры Ат-Таказр. Мы начали и араб грамматический разбор Айта калла лау та'аламуна айлмал якин. Мы подробно поговорили о частице лау, сказав, что лау это харфу шартн, условная частица Гойру Джазимин, которая в отличие от других условных частиц, как ин и так далее, например, не ставить глагол в состояние джазма, в отличие от состояния. Лау харфун мабниу аля сакуне харф с неизменяемым окончанием, сакуном на конце. Та'аламун эт фа'алан мударюан глагол настоящее будущего времени, морфуан поставлен в состояние раф в изъявительное наклонение. Почему литаджар рудихимин на насобе уль джазм, так как он свободен от факторов, аймалу, насоба и джазма. У алямут рафи признак состояния рафа в этом глаголе. Наличие буквы нун на его конце, в качестве замены огласовки дамма. Та'аламун эт у нас фа'алю шарт глагол, указывающий в данном случае на условия. У альвау авау это дамирун муттасин слитное местомение, мабниу аля сакуне, с неизменяемым окончанием сакуном на конце. Фи махалли рафин на месте поджар рафа фа'алю фа'алю фа'алю, действующее лицо данного глагола. У альфа'алю маа фа'алю глагол вместе со своим фа'алю, все это джумлетун фа'алю, глагольное предложение. Истинна фиятун, возобновляемое предложение. Ла махалля лахаминал и араби не имеет места в падеже. У альма лякины. Альма это мафу'ален муттлакун, абсолютный мастер. То есть это абсолютное, можно сказать, дополнение. То есть дополнение свободное от ограничения. Мансубан бил фа'алю поставлено глаголом состояние нас в винительной падеже. У альма это нас бий признак падежа нас в этом имени. Альфатху тузлахирату аля ахири. Явная фатха на его конце. У альма это мудаф. Слово альма является мудафом, первым членом из офетного сочетания. У альякины это мудафун или второй член из офетного сочетания. Маджрурум бил мудафи поставлен мудафом состояние джир в родительной падеже. У алямуту джири признак падежа джир в этом имени. Алькасра тузлахирату аля ахири. Явная кассра на его конце. У мафуул альфили опрямое дополнение глагола тааламуна махзуфан удалено. Это может быть, например, лау тааламуна аваа киба тафахури ватта каасури. То есть если бы вы знали последствия бахвальца и увлечения и так далее. У аджавабу шарта махзуфан. А ответное предложение условного предложения, то есть ответ условия, это удаленное предложение. Это может быть подходящее здесь по смыслу предложения. Например, лау тааламуна альм альякина ла фаальтум ма ла юсуфу. Как приводят некоторые. То есть если бы вы знали убежденным знанием, вы бы совершали неописуемое. То есть прилагали бы усилия в совершении благих дел. Или, например, лау тааламуна альм альякина ма штагальтум биттафахури. Если бы вы знали убежденным знанием, вы бы не занимались бахвальцем и так далее. И как приводят здесь ученые, аят ла тараунн аль джахим, вы непременно увидите ад. Этот аят не является ответным предложением предыдущего аята, являющегося условным предложением. Так как в этом случае получалось бы, что смысл такой. Если бы вы знали, то вы увидели бы ад. Открыв тафсира Корана, мы увидим, как ученые говорят, что ответное предложение условное предложение лау тааламуна. Если бы вы знали, его ответное предложение скрыто, то есть, как мы сказали, если бы вы знали, то прибнажение не отвлекало бы вас. А что касается предложения ла тараунн аль джахима, то это предложение является ответом для скрытого клятвенного предложения. Например, Вы непременно увидите ад. Значит, первое предложение является условным предложением, ответное предложение которого скрыто, удалено, то есть, например, то есть, бахвальство или приумножение не отвлекало бы вас. А второе предложение, вы непременно увидите ад, является ответным предложением для скрытого, удаленного, клятвенного предложения, то есть, уксиму, клянусь, например, и так далее. Значит, ответ первого предложения скрыт, А второе предложение «Ля Тарунна» само является ответом для другого скрытого клятвенного предложения. Итак, мы узнали, что предложение «Ля Тарунна» и «Ля Джахима» «Вы непременно увидите ад» не является ответом для предыдущего предложения «Ля Та'ламуна», так как видение ада однозначно произойдет, вне зависимости от того, знали они этого или не знали. Поэтому это предложение не следует связывать в смысловой связке с таким значением с предыдущим предложением «Ля Та'ламуна», т.к. видение, ада и очи не зависят от наличия убежденности. Остановимся на этом, продолжим на следующем уроке.